Друзья мои, вот есть такой эффект бабочки. Точнее, он не есть, а он в Брэдбери был описан в одном фантастическом рассказе, когда в пору древнего какого-то мира эти путешественники во времени раздавили бабочку, и мир изменился. И вот много фильмов создано на то, что если что-то изменить сейчас, то будущий мир изменится. Ну, во-первых, давайте так. Будущее создаётся действительно сегодня, и мы сегодня меняем своё будущее, ну, может быть, в какой-то мере будущее своего окружения. А если мы имеем какую-то власть, то мы можем изменить будущее и страны, или ещё чего-то. Но это мы здесь и сейчас меняем. Но я вам скажу, не так уж это сильно меняет раздавить бабочку. Посмотрите, в войнах, 100 миллионов туда погибло, никаких в войнах, даже при Испанке. Сегодня с коронавирусом не так много умерло, как при Испанке, но создали такие проблемы для всех государств, что мама не горюй. То есть мы сами создаём. И это не из прошлого. Опять же, я обращаюсь к тем эзотерикам, которые, мистикам, которые верят в регрессивный гипноз нашей прошлой жизни. Не было у нас прошлой жизни. У меня есть одна единственная. Да, может быть, я за эту жизнь раз девять, как я так-то считаю, поменял направление. И наше государство, даже за мой век, а я прожил 73 года, поменяло направление. Я родился при Сталине, потом Хрущёвская слякоть, Брежневский застой, потом ещё там череда идиотов, а Горбачёвское предательство, а Ельцинское пьянство, когда всю страну пропил. А сейчас, я думаю, пережить ещё и этого правителя Путина. То есть, да, личность в истории, личность в вашей истории влияет. Моя личность влияла на мою историю, на мою легенду жизни. И вот мы с вами, давайте-ка подумаем о вашей легенде жизни, попробуем её писать. Давайте поговорим о тех нарративах, которые сложились в вашем неокортексе и создают эту жизнь. Я поделюсь с вами, как я думаю о своей жизни, как я переписываю легенды своей жизни, как я создаю будущее своей жизни. Например, я сейчас пишу легенду, легенду своей моделирующей жизни. Тебе, это я сам себе говорю, нужно прожить минимум 15 лет, потому что ты сейчас вставишь зубы, и ты потратишь такую сумму денег, что если на 15 лет раскинуть, то каждый день станет 100 рублей. Ну, 100 рублей вроде бы не так страшно каждый день. На сигареты люди больше тратят. И вот я так создал эту легенду, создал этот нарратив, создал эту вот такую историю, смоделировав своё будущее. И, как говорится, всё, мне минимум надо прожить 15 лет, чтобы выйти на каждый день, потратив на зубы 100 рублей. А если больше, может быть, до 70 рублей доживу. Так вот, друзья мои, шутки шутками, но вот этот нарратив у меня в коре головного мозга будет заставлять меня бороться за 100 рублей, а может быть и за 70. И ни в коем случае он скажет, не хочу, чтобы потратил 200 или 300 рублей на зубы на каждый день. Шутка? Не шутка. Подумайте. Давайте подумаем про эти нарративы, про эти легенды. И вы увидите, как они отражаются и на качестве жизни, и на смысле жизни. На связи. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.